В таком варианте старинная башкирская песня «Кара-Юрга» еще не звучала на большой сцене, да еще и с джазовыми импровизациями. Древние напивы преподносятся в современной роковой огранке. Голоса Курая и Кубы засливаются с гитарой и ударными. В этот вечер главным героям помогали барабанщики проекта «Сплэш». Также «Аргамак» сотрудничает с Национальным оркестром народных инструментов филармонии. Только недавно они вернулись из совместных гастролей, с которыми объездили полстраны. Там и подготовили номера, которые составили второе отделение концерта. У нас много общего. Это этника, направление музыки, направление инструментов. Мы будем продолжать развивать эту программу, новые произведения, новый репертуар. Будем продумать сценарий новый. Это только начало, на мой взгляд. Группа исполнила не только новинки, но и одну из своих первых песен. В том числе и с нее начался путь к признанию. За 8 лет существования «Аргамак» завоевал популярность не только в России, но и за рубежом. Так в прошлом году музыканты вместе с гаскаровцами представляли Башкортостан на международной фольклориаде в Мексике. После сольного концерта «Аргамак» недолго пробудет на родине. Музыкантам предстоит несколько поездок в Астану. Затем их ждут на голосе кочевников в Бурятии. Одновременно идут переговоры о гастролях в Китае и Чили. Так что, возможно, «Курай» вновь скоро прозвучит на другой стороне земли.